В прошлый раз мы написали систему уравнений Эйнштейна и провалировали действия Гильберта Эйнштейна вместе со скалярным пулем. Действия Гильберта Эйнштейна Оно зависит от метрики, только инвариантно относительно общих преобразований координат. То есть мы делаем общие преобразования координат. Х-альфа отображается в х-штрих альфа. И действия при этом не меняются. Рассмотрим бесконечно маленькие преобразования координат. То есть будем считать, что это х-альфа плюс епсилон альфа от х. Рассмотрим бесконечно малые преобразования координат. Поскольку действие инвариантно, то справедливо, это локальная инвариантность. Параметр преобразования зависит от х. Это локальное преобразование. Из инвариантности действия Инвариантность действия Это вторая теорема Мютер. Она гласит, что если действие инвариантно относительно локальных преобразований, то между уравнениями движения или уравнениями Эйлера-Лагранжа существует линейная зависимость. Это то, что называется локальное преобразование. Мы можем сдвигать точку по-разному. Это бесконечно малые. Мы считаем, что х-альфа гораздо меньше единицы. Рассмотрим действия с полями материи. Для определенности я рассмотрю набор скалярных полей. То есть у нас есть поля. Фи это совокупность Фи А от х. Скалярных полей. Ну, и какое-то конечное число. Скалярных полей. И действие зависит от метрики и от набора скалярных полей. Действие Гильберта Эйнштейна зависит только от метрики. А действие для полей материи зависит и от метрики, и от скалярных полей. Как преобразуется метрика и скалярные поля при бесконечно малых преобразованиях координат? Ну, вариация метрики имеет следующий вид. Минус Дельта Альфа Эпсилон Гэта минус Дельта Гэта Эпсилон Альфа. Где Дельта Альфа это ковариантная производная. Это вариация метрики. Скалярное поле оно варьируется следующим образом. Минус Эпсилон Альфа Д Альфа Фи А. Эти формулы следуют из закона закона преобразования метрики и скалярного поля при бесконечно малых преобразованиях. У меня в лекциях подробно есть целый раздел бесконечно малые преобразования координат. Там подробно написано, как это получить. А вот Эльфа Эпсилон Альфа получается один корн. А, ну здесь, конечно, опускание Эпсилон Альфа по определению это Эпсилон Бета Ж Бета Альфа. Все индексы опускаются. Это один форма, да? Да, это будет уже один форма. То есть первоначально Эпсилон имеет верхний индекс, контравариантный. Мы опускаем с помощью метрики и выражения. Вот это будет уже один форма, конечно. компоненты один формы. Вот. Ну, теперь рассмотрим вариацию действия. Дельта полного действия. Это что будет у нас? dx. Ну, n-мерный. Тут размерность не важна. А здесь будет большая скобка. ds Гильберта Эйнштейна по дельта G Альфа Бета вариацию по G Альфа Бета и мы умножаем на 2 дельта Эпсилон Бета. Это мы проварировали гравитационную часть действия дельта Гильберта Эйнштейна у метрики и умножили на вариацию на эту. Поскольку вариационная производная симметрична, то появляется множитель 2. плюс что у нас плюс? Дельта S полная уже. Вернее, это это я неправильно написал. Извините. Этот тоже зависит от полную надо полное действие варьировать. у дельта Фи А, а здесь будет минус Эпсилон Альфа дельта Альфа на Фи А. Это мы проварировали. поскольку действие инвариантно, то это выражение равно 0. Это следует из инвариантности действия. Ну а теперь ясно, что такое вариационная производная. Это и есть уравнение движения или уравнение Эйлира-Лагранжа. здесь мы перебрасываем по частям варьируем. Ну а здесь перебрасывать ничего не надо. Эпсилон исходит без производства. Садитесь, садитесь. Ничего страшного. По сути дела, тем самым я доказал вторую теорему Нютер. Это, по сути дела, и есть доказательство. Вот. Ну и теперь давайте напишем зависимость уравнения движения. Что здесь будет? 2 корень из G. здесь будет дельта. Это означает, что включение аниметричности равны нулю. Тильда. Здесь будет дельта. Надо провалировать и то, и это. И действия Гильдорда Эймштейна. Так. здесь будет еще корень неудача. Это, когда мы варьируем по частям, вот этот корень из G, он здесь стоит. Вот. Надо за ним проследить. Просто надо поставить. Минус тальфа фи а это вот это вот на вельта с м по вельта фи а и это равняется минусу. То есть вот в этой скобочке стоит уравнение движения Эймштейна, вариация по метрике, а здесь стоит уравнение движения скалярных полей. И такая их линейная комбинация, линейная комбинация, я включаю сюда понятие частной производной, ну а здесь просто множество какое-то, равняется нулю. А вот это стильный ковариантный производный связь, это что такое? Ну это ковариантная производная от тензора второго ранга. У нас же вот это вот мы варьируем по D, G, альфа, бета, значит это какой-то тензор с верхними индексами. Ну T, у меня сам эта буква, ну какая-то буква там E написано. И ковариантная производная вот, ну давайте я напишу дельта, бета, в смысле это что будет? Частная производная плюс гамма, альфа, здесь будет гамма, альфа, E гамма бета плюс плюс гамма с тюльдой гамма, это символы Кристофеля, гамма альфа, здесь будет гамма, здесь будет бета, и E будет альфа гамма. Вот что такое ковариантное производство. мы выписывали. А? Не понял. Ну я так обозначал, у нас есть афинная связность, когда она никак не зависит от метрики, я ее обозначал буквой гамма, а когда тензор кручения и неметричности равен нулю, тогда я ставил знак тильда, то есть знак тильды обозначает, что гамма это просто символы Кристофеля или связанность леви-чевита, то есть стандартная связанность в риммановой диаметре. Так. Ну и теперь давайте посмотрим на это. Так. Ну, поскольку и СМ, и действия Гильберта Эйнштейна, оно инвариантно относительно общих координат по отдельности, то на самом деле выполняется два тождества. Вот отсюда следует. Следующие два тождества дельта бета G бета альфа равняется нулю. G бета альфа это тензор Эйнштейна. G бета альфа это R альфа бета минус одна вторая G альфа. Ну, бета альфа я пишу. Бета альфа здесь будет бета альфа на R. Понятно, да? то есть положим просто SM равно нулю. Тогда у нас будет ковариантная производная от вариационной производной действия Гильберта Эйнштейна. А вариационная производная действия Гильберта Эйнштейна это тензор Эйнштейна. Получаем это равенство. И второе равенство. Пусть действие Гильберта Эйнштейна равно нулю. Тогда вариация полей материи по метрике Это будет тензор энергии импульса материи по определению. И у нас будет стоять здесь следующее выражение. Элемент объема, бельта, бета, тензор энергии импульса материя минус, так, ну, для порядка, без разницы, сверху будет индекс дельта СМ по дельта ФИА. Здесь будет Дальфа ФИА равняется 0. Понятно, да? То есть это в общем случае тождества следствия второй теоремы нет. Но поскольку каждая слагаемая по отдельности инвариантна, то на самом деле у нас есть два таких тождества между уравнениями движения. Теперь, на первой лекции мы рассматривали тождество Бианки. Так вот, вот это уравнение есть следствие тождества Бианки. То есть вот эта левая часть, если подставить выражение для тензора Эйнштейна через метрику, это будет тождественный 0. И мы будем иметь 0 равен 0. В этом можно убедиться прямой проверкой. Так, а теперь у нас что? Осталось второе. Теперь можно сделать следующее утверждение. Допустим, что поля материи удовлетворяют уравнением движения. То есть пусть дельта СМ по дельта ФИА равняется 0. Допустим, что уравнения движения для полей материи удовлетворены. Тогда это слагаемое отсутствует. И отсюда следует, что ковариантная производная, ковариантная дивергенция равна 0. Это есть ковариантный закон сохранения энергии импульса. Понятно, ковариантный закон сохранения энергии импульса материи. Это ковариантный закон сохранения тензора энергии импульса материи. На самом деле это не то, что есть в механике. В механике есть следующее утверждение, что тензор энергии импульса должен сохраняться. И там мы требуем равенства 0 обычной дивергенции. Здесь мы получили ковариантную. Поэтому это не совсем закон сохранения энергии импульса, тот, который в механике. Потому что есть компоненты связности. Но этот вопрос мы пока оставим. То есть, еще раз повторю. Ковариантный закон сохранения тензора энергии импульса, это есть следствие второй теоремы Ньютер. То есть, мы рассматривали здесь скалярные поля. Но ясно, что можно рассмотреть любой набор полей материи. Там электромагнитные, допустим, поля включить. И тензор энергии импульса будет ковариантно сохраняться. На всю эту схему можно посмотреть с другой точки зрения. А именно, напомню, что уравнение Эйнштейна имеет вид... Напомню, что уравнение Эйнштейна имеет вид тензор Эйнштейна равен минус 1... По-моему, я писал так, минус 1 вторая тензор энергии импульса альфа-бета. Это уравнение Эйнштейна, которое следует... Ну, из этого, в частности, действия. Уравнение Эйлера-Лагранжа. Это система уравнений для компонент-метрики частных производных. Их 10 штук. Система уравнений 2-го порядка. У нее есть условия разрешимости. Она разрешима не всегда, не при всех правых частях. Ну вот, одно из условий разрешимости следующее. Мы возьмем, подействуем ковариантной производной на вот это уравнение. Когда мы действуем ковариантной производной на тензор Эйнштейна, у нас получается 0. В силу тождеств Бянкера. И отсюда вытекает, что ковариантная производная, ковариантная дивергенция от тензора энергии импульса материи равна 0. То есть на этот закон сохранения можно посмотреть как на условия разрешимости уравнений Эйнштейна. А в силу второй теоремы мы видим, что если действие полей материи инвариантно относительно общих преобразований координат, то тогда на уравнениях движения для полей материи это обращается в 0. То есть условия разрешимости выполнены. И это хорошо. Так, ну вот мы разобрали инвариантность, зависимость уравнения Эйнштейна. Теперь новый раздел. Это еще важный момент на самом деле. В общей теории относительности не всегда поля материи, которые стоят в правой части уравнения Эйнштейна, следуют из вариационного принципа. Например, это мы будем более подробно рассматривать потом. Если мы рассматриваем сплошную среду в общей теории относительности, то выражение для тензора энергии импульса, оно постулируется. Оно не есть следствие вариационного принципа. Можно доказать более того, что не существует действия, которое бы давало тензор энергии импульса сплошной среды. То есть его просто не существует. Вот. Поэтому, когда мы рассматриваем сплошную среду, например, в космологии, так принято, то вид тензора энергии импульса материи мы постулируем. Потом я выпишу его. Тогда вот это ковариантное сохранение тензора энергии импульса будет дополнительными уравнениями. То есть тогда это будет уже нетривиально. То есть для сплошной среды это будет не тождество, а нетривиальность, это дополнительное уравнение. конечно. Вроде не бывает в такой ситуации, что мы условия решения не выполняем, да? Я не знаю, что это не таком. тут, если выполнены уравнения движения для полей материи, вот если они выполнены, тогда уравнение Эйнштейна разрешимое. Вот так. Если они не выполнены, значит неразрешимое. Ну, может разрешимое, а может и нет, как говорится, но... Это зависит от модели. Если у вас модель такого типа, то тогда вот это всегда выполняется. Но я вот об этом и сказал. Если вы рассматриваете сплошную среду, тогда действия нет, и это не выполняется. В общем случае, это дополнительные уравнения. Вот мы их потом рассмотрим. Теперь, минимальная подстановка. Минимальная подстановка. Как писать действия для полей материи в общей теории относительности? Стандартный способ заключается в так называемой минимальной подстановке. То есть у нас есть действие. Оно... Есть действие Гильдер-Хейнштейна плюс действие для полей материи. Ну, для определенности мы будем обозначить все поля материи. Ну, это зависит от метрики и от полей Фи. Все поля материи я обозначу Фи А. Ну, А пробегает какие-то значения. До каких-то конечное число полей. Сюда могут входить скалярные поля, векторные поля, электромагнитное поле, поле Янгамилса. Все это я обозначу как поле Фи А. В пространстве Минковского R1 N-1 мы рассматриваем действие СМ. Оно есть интеграл ДХ от Лагранжиана, который зависит от... Чего зависит? Я напишу здесь это. Это со шляпкой. Теперь я напишу Фи и Фи и ДФи. То есть это в пространстве Минковского. Что здесь есть? Во-первых, это. Это метрика Минковского. Это метрика Минковского. То есть диагональ плюс и минус. N-1 шляпка. Теперь это со шляпкой. Это некоторая метрика инвариантная относительно группы Лоренца для полей материи. Она существует, поскольку метрика... поскольку группа Лоренца является простой. Поэтому инвариантная метрика для группы Лоренца она существует. Ну, конкретный вид этой метрики зависит от того, какой набор полей. Если мы имеем набор скалярных полей, то это просто символ кронетера. Если векторное поле, допустим, то это будет метрика Минковского. Если кензор второго ранга, то это будет там некоторая комбинация метрики Минковского. Но она всегда существует. Теперь, что такое φ? Это набор полей φ А. А ДФИ это набор частных производных. То есть ДФИ ДФИ это набор всех частных производных. На φИ А. Здесь я координаты в пространстве Минковского наоборот принадлежит я буду обозначать ХА. индексами из латинского алфавита 0, 1, n-1. Теперь, давайте пример. Я буду параллельно писать пример. Пожалуй, чтобы было понятно. пример. Вот я здесь напишу ЛМ равняется 1, 2. Здесь будет у нас квадратичная форма ПА-ФИ-В на это А-В. Вот пример такой. Простейший пример. Свободный набор свободных полей. Это метрика Минковская. Это частные производные по координатам. Извините, здесь индекс Б. Это Лоренс инвариантная вещь. Потом мы индексы, обозначенные большими буквами, свертываем с инвариантной метрикой это А-В. Шляпку я буду опускать для простоты. Такая метрика существует. Вот это пример. А вот М это получается масса? Да, масса. А она масса всех полей? Ну, для всех, для простоты пусть она будет одинаковая для всех полей. Я просто хочу продемонстрировать, как это работает. Теперь минимальная подстановка. что мы делаем? Для того, чтобы записать действия в общей теории относительности для полей φ мы поступаем следующим образом. Во-первых, пространство Минкурского мы заменяем на многообразие. Это первое, что мы делаем. Дальше Лагранжиан мы умножаем на корень из G m. Вводим элемент объема для инвариантности. Теперь метрика Минкурского она заменяется на метрику G альфа бета от x. Теперь вот эта метрика это АВ которая это АВ она заменяется на некоторую инвариантную метрику G АВ которая тоже зависит от x. Так поля остаются без изменения и А как были так они и остаются Фи А А частные производные ДА вот Фи А заменяются на кавариантные производные на дельта альфа я тут напишу так можно так написать дельта альфа Фи А по определению кавариантная производная это что такое это частная производная плюс связность омега альфа В А омега я тут напишу да на Фи В ну поскольку у нас здесь Лоренц речь идет про Лоренц инвариантную модель то у нас эта Лоренцова связность имеет следующий вид омега альфа В А равняется так где по-моему я тут минус раньше писал омега альфа А В на Л А В А здесь В А то есть у нас есть Лоренцова связанность омега альфа А В А А это индексы те же самые что были здесь латинские она антисимметрична есть набор полей которые преобразуются по некоторому представлению группы Лоренца так вот Л А В с индексами А и В большими это представление генераторов группы Лоренца для набора полей Фи и в результате мы получаем действие для полей материя в общей теории относительности Зачем я это рассказываю Здесь я тильды не пишу В принципе кручение может быть отлично от нуля Я рассматриваю Лоренцеву связанность как независимую переменную то есть ну я напомню что у нас метрика G альфа бета можно записать как репер свернутый с метрикой Лоренца и мы будем рассматривать в качестве независимых переменных действия не метрику и связанность а переменные картана E альфа а и омега альфа а б подъемы и опускания латинских индексов производится с помощью метрики Минковского Лоренца это переменные картана переменные картана переменные то есть вот это стандартный рецепт как написать действия для полей материи в общей теории относительности или в более общих моделях гравитации основанных например на геометрии Римана картана когда кручение может быть отличным от нуля почему я сейчас не рассматриваю связанность которая выражается через реперы и ее производные то есть при нулевом кручении это важный момент на самом деле потому что он дает в этих моделях можно придать смысл физический смысл правой части уравнений Эйнштейна ну и уравнений гравитации а смысл заключается в следующем так надо будет перейти сюда смысл заключается в следующем гравитации То есть независимые переменные. У нас есть действия, зависят от Е, Омеги и набора полей Фи, ну и частных производных. И есть уравнение движения. Дельта С по дельта Е А. Валюруем поле первой. Сейчас мы будем ограничиваться Лоренцевой связностью. То есть группа, которая действует на латинский индекс, и будем считать, что это группа Лоренцев. Это просто одно уравнение. Теперь будет Омега Альфа АВ. Вторая система уравнений. И дельта С по дельта Фи А. Уравнение целью. Это уравнение движения для полей материя. Вот такая система уравнений. Это полная система уравнений. Так. Ну и здесь можно тут отметить, что это будет... Поскольку в гравитационную часть поля материи не входят, то здесь мы должны варьировать только слагаемое... У нас действие представляет собой сумму действия. Это уже более общее действие, не действие. Либерта Эйнштейна плюс... Ну, Гейер напишу. Гравитация. СМ. Вот. А плюс СМ. Которая зависит от Е, Омега и полей материи. То есть, общее действие состоит из двух слагаемых. Гравитационная часть действия, которая зависит от репира и лоренцевой связности. И действие для полей материи, которое получено таким образом. Зависит от репира, лоренцевой связности и полей материи. Так. Куда входит у нас репир? Е. Он входит сюда и сюда. Но сюда входит только в такой комбинации. Е, А, А на кавариантную производную от Фи, А. А. И входит еще в элемент объема. Вот. Репир входит сюда и сюда. Больше его нигде нет. Поэтому. Вот это уравнение мы можем расписать следующим образом. Это корень из Ж. Д. 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 Это я проварировал поле Перу, с учетом того, что он входит сюда, в вариантную производную. Дальше будет слагаемая, так, мы варьируем действия для полей материи, минус корень из G, здесь будет Eα, а здесь будет у нас Lm, это я проварировал корень из G, который умножается на Lm. И это должно быть равно ΔSG UDEαα. И с другой стороны, вот эта гравитационная часть действия, гравитацию мы по репелу, это мы записываем как корень из G на Eαα. Дальше будет βαα, где Tm βα. Это точно ΔSG именно, а не ΔSM? Для того, чтобы получить уравнение... Мы расписываем ΔS под Eαα. Правильно. Вот. Да. Мы делаем так. Дельта S под DEαα равняется ΔSG под ΔEαα плюс ΔSG под ΔEαα. Да. И это равняется 0. И я записываю следующее. Это я оставляю, а это переношу в другую сторону. А, то есть вы уже, вот, левая часть, это уже с минусом, да? А, понятно. Да, то есть, поэтому я перенес это в другую сторону, и это равняется ΔSG по ΔEαα. Я просто перенес в разные стороны и записал. Вот. А теперь давайте посмотрим сюда. Что такое ТМ βαα? ТМ βαα. Это у нас по определению будет минус единица на... Ну, я уже так напишу. Вот. Вот из этого выражения будет ΔβΦα. Так. Здесь будет ΔLM, частная производная по D, Δαααα. То есть, тенсор энергии импульса нашего набора полей, который стоит в правой части гравитационных уравнений, имеет следующий вид. И это есть кавариантное обобщение. Кавариантное обобщение. Тут я напишу, канонического, канонического тензора энергии импульса материи. Здесь я напомню следующее, что вот у нас есть в пространстве Минковского есть некоторый лагранжиан, который инвариантен относительно чего? Относительно трансляции по Х и относительно глобальных лоренцевых вращений. То есть он инвариантен и исходный относительно группы Пуанкаре. Из механики известно, что из инвариантности относительно трансляции, согласно первой теореме Ньютер, следует закон сохранения для тензора энергии импульса, который имеет следующий вид. Это первая теорема Ньютер. У меня в лекциях это подробно написано. И вот это называется выражение канонический тензор энергии импульса. Канонический тензор энергии импульса. Потому что он следует из инвариантности относительно трансляции. А теперь давайте посмотрим сюда. Чем отличается от канонического? Тем, что частные производные заменены на кавариантные. И все. Это и есть кавариантное обобщение тензора энергии импульса. Канонического тензора энергии импульса. На самом деле, как мы определили тензор энергии импульса в общей теории относительности? ТМ альфа бета. У нас было, по-моему, минус одна вторая. И вариационная производная лагранжана полей материи по ДЖ альфа бета. Это тензор энергии импульса в общей теории относительности. Так он не является каноническим. Вот эта вот вариационная производная не является каноническим тензором энергии импульса. То есть, тот тензор энергии импульса, который есть в механике, он совершенно не обязательно совпадает с тем, что в общей теории относительности. А вот здесь он совпадает. Когда мы рассматриваем переменные картана и рассматриваем модели с кручением, тогда как раз это и совпадает. Тензор энергии импульса, как вариантное обобщение канонического тензора энергии импульса стоит в правой части гравитационных уравнений. То есть, канонический тензор энергии импульса является источником для репера, ну и, следовательно, для метрики. То есть, канонический тензор энергии импульса является источником для репера. Теперь, а что является источником для лоренцевой связности? То, что я говорю, это хорошо известно в статьях по обобщенным моделям гравитации. Это люди, конечно, хорошо знают, но в монографиях я этого не встречал. То есть, в книжках этого не найдете. Там обычно пишут, что тензор энергии импульса, гравитация является источником для метрики. Ну, на самом деле, это выражение не совсем правильное. Правильное вот то, что я сказал. Так, а теперь давайте посмотрим на уравнение для лоренцевой связности. Я варьирую по лоренцевой связности гравитационную. Потом я варьирую поля материи и переношу в правую часть. Получается минус корень g. Здесь будет лоренцевая связность, она входит только в ковариантную производную. Поэтому надо продифференцировать в лагранжан полей материи по ковариантной производной. Вельта альфа фи а. Здесь будет представление генератора в лобкуловленца. и на фи b. И это можно записать так. как корень g на s, m, a, b и альфа. Где по определению s, m, a, b, альфа. Это же у нас будет вот это выражение. Это у нас будет дельта lm. У d ковариантная производная от фи а. l, a, b. Здесь будет b, a на фи b. То есть, когда мы варьируем гравитационную часть по лоренцевой метрике, у нас возникает некоторое выражение. А в правой части возникает s, m, a, b, альфа. Так вот, это есть ковариантное обобщение. Ковариантное обобщение тензора спинового момента. Напомню, что у нас исходное действие в пространстве Менковского, оно было инвариантно относительно группы по МКР. Из инвариантности относительно трансляций у нас вытекает закон сохранения канонического тензора энергии импульса. Из инвариантности относительно глобальных преобразований Лоренца, согласно первой теореме Ньютер, следует инвариантность, следует сохранение полного момента количества движения. Полный момент количества движения состоит из двух частей. Первая часть – это орбитальный момент. И вторая часть – это спиновый момент. Так вот, это s, m, a, b является ковариантным обобщением тензора спинового момента. Тут канонического напишем. Канонического тензора спинового момента. Почему я это все рассказал? На самом деле мы дали физическую интерпретацию правым частям уравнений Эйнштейна. Ну, не Эйнштейна, а гравитационным уравнением. Мы показали, что на самом деле в обобщенных моделях гравитации, когда действие у нас имеет вид следующий. Гравитационная часть, которая зависит от репера и лоренцевой связности. Плюс поля материи, которые зависят от репера, лоренцевой связности и поля материи Фи. Сюда я включил все скаляры, спиноры. Да, сюда и спиноры можно включить тоже, потому что есть лоренцевая связность. И когда мы варьируем по реперу, то в правой части у нас возникает канонический тензор энергии импульса. А когда мы варьируем по лоренцевой связности, то в правой части у нас возникает канонический спиновый момент. То есть источником для лоренцевой связности является спиновый момент материи, а источником для репера является канонический тензор энергии импульса. Вот зачем это все было рассказано. В общей теории относительности ситуация другая. В общей теории относительности у нас омега зависит от Е и первых производных. Там включение равно нулю. И в общей теории относительности в правой части мы называем это тензором энергии импульса. Но надо помнить, что это не есть канонический тензор энергии импульса в общем случае. Но для скалярного и электромагнитного поля Вот так определенный тензор энергии импульса является каноническим. Тензор энергии импульса канонический. Так я не знаю понятно то что я говорю или не совсем. Наверное непонятно зачем это все я говорю. А? Давайте еще раз. В общей теории относительности мы даем определение тензора энергии импульса как вариационной производной лагранжана полей материи действия полей материи по метрике. Правильно вот что смысл вот этого тензор энергии материи это просто как сила внешняя. Ну какая-то просто нечто внешнее по отношению к задаче. Она как бы введена. Ну сейчас. Ну в каком-то смысле да. А смысл следующий. Вот уравнение Ньютона в правой части стоит сила. МА равняется Ф. И мы говорим что сила является источником для положения или для ускорения. Это источник ускорения. Сила. Здесь в правой части уравнения Эйнштейна стоит. У нас есть уравнение Эйнштейна. G альфа бета равняется минус одна вторая. ТМ альфа бета. Здесь метрика ее производная. Мы говорим что вот это есть источник для метрики. Вот это есть источник для метрики. Тензор энергии импульса. Теперь. При этом тензор энергии импульса был определен через вариационную производную. Ну когда мы получаем уравнение мы варьируем по метрике. И мы говорим что это тензор энергии импульса материи. Грубо говоря вот в механике это как бы есть силовая функция и это как бы Градиент. Нет. Это не Градиент конечно. Ну в каком смысле? Это просто то что стоит в правой части. То есть вот у нас есть какой-то дифференциальный оператор ДФИ равняется G. Мы говорим что G является источником для поля ФИ. Ну это общепринятая терминология. То что стоит в правой части называется источником. Вот. Теперь вот уравнение Эйнштейна. В правой части стоит вариационная производная полей материи по G альфа бета. И мы говорим... Любой ли тензор является вариационной производной какой-нибудь... Функционала? Но это как Градиент. То есть как потенциальное векторное поле. Вы имеете ввиду вот это назвать Градиентом? Ну да. Градиентом. Ну так. Ну это называется вариационная производная. Хорошо. Ну то есть не вводится что вот наш тензор энергии материи он является вариационной производной некой функционалом. Да. Функционал так как бы внешний штук задач. Да. Вот. Хорошо. Да. И Вы что-то говорили. А тут вот что. Это довольно редко обсуждается. Дело в том что в механике в обычной есть тензор энергии импульса. Который связан с симметрией Лагаджана относительно трансляции. Вот в механике. В обычной классической механике. А относительно простых видов сдвигов? Да. То есть в механике действия инвариантно относительно группы Пуанкаре. Вот. Группа Пуанкаре состоит из сдвигов и извращений. Вот. Согласно первой теореме. Теоремы. 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 Из инвариантности относительно сдвигов следует закон сохранения тензора энергии импульса механической системы. Это следствие инвариантности относительно трансляции не в общей теории относительности, а в обычной механике в пространстве Менковского. Так вот, там тензор энергии импульса, тот тензор энергии импульса я называю каноническим и он отличается вот от этого. Он просто другой в общем случае. То есть не надо путать тензор энергии импульса в механике. А что вы называете этой механикой? Просто вот обычное уравнение лаганжа? Да. Ну, механика, да. Обычное, вот, в пространстве у Менковского мы рассматриваем какое-то, ну, скалярное поле, например. Действие равняется dx, да, одна вторая, допустим, метрика Менковского, dA, одно поле пусть будет массивное, φ минус одна вторая, m квадрат, φ квадрат. Ну, это обычное в пространстве Менковского, r1,3. Это обычная механика. Обычная механика. Действие инвариантное относительно группы Poincaré, O, 1, 3, неоднородный. Ну, я пишу так вот, неоднородность и инхомоджиниос ортогональная группа, группа Poincaré. Группа Poincaré. Вот это действие инвариантное, так сказать, очевидно. Вот это O, 1, 3, это просто матрица 4 на 4, ну, ортогональная. Ну, ортогональная в смысле метрики Лоренца. То есть это полупрямое произведение группы Лоренца на группу Сдвигов. Вот. Это группа Poincaré. Вот. Это действие инвариантное относительно этой группы. Существует первая теория Монютер. Она утверждает следующее. Если действие инвариантное относительно преобразования некоторой группы, то нечто сохраняется. Да. Так вот, если мы рассмотрим инвариантность относительно трансляций только, тогда будет, из первой теории Монютер будет следовать закон сохранения для тенсора энергии импульса. Это в механике. Так вот, это канонический, я буду говорить, канонический. Тензор энергии импульса материя. Так вот, этот канонический, в общем случае, он не совпадает с тем, что стоит в правой части уравнения Эйнштейна и тоже называется тензором энергии импульса. Этот называется, у него другое определение, это вариация по метрике. А здесь он определяется по-другому. Здесь т альфа-бета, я напишу так вот там, определяется по-другому, как раз вот там, как так, как там написано. Д бета-фи, здесь будет дл, это определение. Давайте тут канонический напишем, дл по д, здесь будет д альфа-фи, минус дельта-бета-альфа на L. Ну, Лагранжан вот на этом. Вот это канонический, у него определение такое, у канонического. А в общей теории относительности определение другое. Ну, мы можем сказать, давайте сделаем кавариантное обобщение. Заменим частные производные на кавариантные. Тогда получим вот это выражение. Так это выражение не есть вот это. Мы можем здесь метрику подставить, как выразить через репер. Одна вторая уйдет. Здесь будет, ну, понятно, тоже вариация по реперу. Так это будут разные вещи в общем случае. Ну, например, для спинорного поля они будут совершенно разными. Вот это определение в общей теории относительности. А это кавариантное обобщение канонического. Вот это кавариантное обобщение канонического. тензора энергии импульса. И я просто продемонстрировал, что вот это есть вариационное производное по реперу вот для такой модели гравитации, а не для общей теории относительности. То есть в общей теории относительности вот это не есть кавариантное обобщение канонического тензора энергии импульса. В общем случае. Но для скалярного поля, для скалярного и электромагнитного поля они совпадают. То есть в случае скалярного поля, если мы здесь напишем метрику G альфа бета, здесь D альфа, D бета, тут я B написал B. Для скалярного и электромагнитного поля там все хорошо, а вот для других полей там не так, они отличаются. То есть, ну, вот это надо знать на самом деле. А чем электромагнитное поле особенно? Оно же как бы векторное? Оно векторное, да. А почему как составляет? Ну, ко-векторное. А? А в чем получается как составляет? Ну, это... Ответ прост на самом деле. Вот я доказал, что кавариантное обобщение канонического тензора импульса появляется в таких моделях гравитации. Вот. А для скалярного поля вот этот лагринжан, поскольку фи это скаляр, он не зависит от атомии. То есть это все равно, что вот такие модели, что общая теория относительности. И для электромагнитного поля тоже. В лагринжан электромагнитного поля какой? L электромагнитное. Вон там, ну, минус одна четвертая, F альфа бета, F гамма дельта и с метрикой надо альфа гамма G бета дельта. Свернусь с метрикой. Так F альфа бета это что такое? Напряженность электромагнитного поля. Это D альфа А бета минус D бета А альфа. Здесь стоят обычные производные, а не калориантные. Ну, на многообразии это тоже два формы, это тензор. Вот. И он тоже не зависит от амеги. Здесь нет зависимости от амеги. Именно по этой причине для скалярного электромагнитного поля здесь будет действительно тензор энергии, ну, кавариантное обобщение канонического. А для других полей, например, если мы будем рассматривать спинорное поле, там это будет не канонический тензор энергии. То есть в обобщенных моделях гравитации такого типа, это обобщенные, поэтому мы здесь рассматриваем более общую гравитационную часть, не просто скалярную кривизну, сюда может входить там квадрат тензор тензор, тензор кривизны, разные слагаемые. В обобщенных моделях гравитации тензор, канонический тензор энергии импульса является источником для репера, а спиновый момент, канонический спиновый момент является источником для лоренцевой связности. Так вот, что я хотел сказать. Может быть, немножко яснее стало, о чем идет речь. Можно еще, в классической теории боли, там же тоже входит вариант на производные, если требует там неравность к гранжаму относительно привыкновения. Да. Ну, вы имеете в виду поля Янгамилса. А? Поля Янгамилса. Ну да, ну да. Ну вот если, ну да, поля Янгамилса, это связано как-нибудь с этими вариантами производными? Конечно. То есть это по сути... Ну, то же самое. То же самое. Да, только тут... Только тут в качестве полей появляются эти поля в лоренцевой связности. Да. То есть на самом деле в теории полей Янгамилса мы говорим так. У нас есть набор скалярных полей, которые принимают, ну, некоторое значение в изотопическом пространстве, в некотором абстрактном пространстве, в котором действует какая-то группа преобразований. То есть в векторное пространство, где действует какая-то группа, например, SU2. То есть мы рассматриваем поля, допустим, ИТ, и пробегает значение 1,2. И это будут компоненты вектора в изотопическом векторном пространстве, в котором действует группа SU2. Тогда ковариантная производная будет, что дельта альфа от фи ИТ равняется обычной производной минус компоненты связности. Допустим, обычно их обозначает альфа А. В смысле, А альфа, ну, допустим, ЖИ ИТ на фи ЖИТ. Это для скалярных полей в теории Янгамилса. Где А альфа ЖИТ, это и есть поля Янгамилса. Но это то же самое, что и Лоренцева связность. Где у меня ковариантная производная? Для Лоренцева связность в чем отличие? Отличие просто заключается в том, что мы действуем на вектор XA. У нас есть обычная производная. И плюс я буду писать. Плюс омега альфа БА на XB. Вот ковариантная производная. Разница заключается... Это то же самое. Единственное, разные группы действуют. Это Лоренцева связность, а там группа СО2. Если у нас одно поле, то там в качестве калибровочной наступает электромагнит. То есть одно поле, комплексное поле? Ну, для комплексного скалярного поля, да. Там есть инвариантность относительно группы U1. U1, она действует как? ФИ, комплексное скалярное поле, есть ли на некоторую фазу? Ну, альфа от X на ФИ. Так действует. И ковариантная производная от ФИ, она равна по определению частной производной плюс а альфа ФИ. Нет, это не к тому, что вот аналогии получается. Электромагнитное поле это тоже компоненты связности для группы U1. А у него получается это имеет отношение к калибровочной теории гравитации? Некоторые так и называют калибровочной теорией гравитации. Вот. Но мне это название кажется неточным. Потому что Лоренцева связность это действительно компоненты связности. Это связность, это геометрический объект. Репер это тоже геометрический объект, но это не компоненты связности. То есть есть группа, довольно большая группа теоретиков, которые говорят калибровочная теория гравитации. И говорят следующие слова. У нас исходная модель в плоском пространстве инвариантно относительно группы, это неоднородной группы Лоренца, вот группы Пуанкерре. И говорят следующие слова, что если построить калибровочную модель для группы Пуанкерре, то тогда репер это они соотносят со связностью для трансляций. А Лоренцева связность это обычная Лоренцева связность. То есть в этом смысле они говорят, что это калибровочная теория для группы Пуанкерре. Но это не совсем точно, потому что репер это тензор и по индексу альфа и по индексу а. Это не есть компоненты связности. То есть это не совсем точно. Есть еще масса других, так сказать, не возражений, а это не совсем точно. Здесь получается по классической теории поля у нас калибровочный поля появляется в результате требования инвариантности относительно локальных преобразований каких-то магазинов. А здесь получается компоненты связности является следствием требования инвариантности относительно локальных группов Пуанкерре? Лоренца. Лоренца, да. Некоторые говорят, что репер соответствует локальным трансляциям, но это так нельзя. В геометрии так говорить нельзя, потому что это не есть связность репер. То есть у нас есть локальная группа Лоренца. В каждой точке мы репер можем вращать как хотим локально. Ну, достаточно гладко, кстати, от точки и точки. В принципе, так и было. И вот при таком подходе, когда мы говорим, что это Лоренцева связность, здесь важно, что для Лоренцевой связности источником является спиновый момент материи. Вот если у нас есть материя какая-то, вот, у нее есть канонический тензор энергии импульса и есть канонический спиновый момент, ну, в общем случае. Так вот, спиновый момент является источником для Лоренцевой связности, а тензор энергии импульса, канонический, является источником для репера. Собственно, вот это я и хотел донести. Это вот в моделях гравитации. Так. Мы предполагали, ну, в Минштейн там, насколько мне предполагают, что включение 0. А зачем вообще рассматривают, когда мы с ненулевым включением? Ненулевым? Да, если наше, я думаю, что в нашем пространственном исключении... Почему? Ну, потому что тоже полное сравнение. А почему, что значит выполняться? То есть, есть общая теория относительности. Из нее это, ну, ученые вывели какие-то следствия. Да, но это не значит, что другие модели не работают. Другие модели тоже могут работать. То есть, общая теория относительности прекрасная модель. Вот. Но она может быть не единственной, на самом деле. И, ну как, многие выдающие, великие физики и математики пытались построить модель гравитации более общей. Ну, я упоминал, сам Эйнштейн рассматривал модели с кручением. Герман Вейль. Но кручение, оно, если оно не нулевое, просто в разы увеличивается вычисление. А? Ну, в разы увеличится вычисление, и как бы не так хорошо уравнение выглядит. Ну, они намного сложнее просто. Они намного сложнее, да. Но, здесь есть аргумент, если у частиц есть спин, то спин является, это спиновый момент, канонический спиновый момент. Я уже стер, так он и является источником для лоренцевой связности. То есть, вполне естественно предположить, что если поля материи обладают спиновым моментом, то появляется нетривиальная лоренцевая связность и, следовательно, нетривиальное кручение. Потому что лоренцевая связность, если она независимая, то это кручение. То есть, такие модели, на самом деле, широко, ну, довольно широко исследуются. Ну, как вам сказать, цель моих лекций не только в том, чтобы вот лекция, это общая теория относительности рассказать и все, и сказать, что это самая хорошая модель. Я пытаюсь, так сказать, математические основы вам рассказать, ну, и показать, как современные, так сказать, ученые, куда обобщать, новые модели строить. Наука развивается, так сказать, нельзя зацикливаться, что общая теория относительности и все. Есть много разных моделей гравитации. Так, ну, теперь, давайте, так, перед перерывом я сейчас скажу еще одно обобщение общей теории относительности. Это скалярно-тензорные модели называется. Я не буду про них много говорить, у меня в лекциях есть один раздел им посвященный. Я просто выпишу действие. Мы слышим вопрос, допустим, уравнение Эйнштейна, ну, и, допустим, включение у нас не новое. Да. Все члены, которые в нее входят, они, примерно один порядок имеет, там нет каких-нибудь маленьких параметров, чтобы, допустим, простить как-нибудь и рассмотреть более простое уровнение. Да. Это правильный вопрос. А? В какой языке членов? А, ну, ответ на этот вопрос следующий. Вот смотрите, допустим, если Лагранжан содержит, ну, здесь я писал гравитационную постоянность, скалярную привезну, напишем здесь β, квадрат тензора кручения. Ну, квадрат имеется в виду, допустим, по всем индексам. Плюс гамма и такой вот, р, альфа, бета, гамма, д, квадрат тензора кручения. Можно такое написать. Это инвариант. Вот. Здесь есть константы связи, альфа, альфа, бета и гамма. У них разная размерность. Вот я говорю про размерности. Вот. В четырехмерном случае размерность, вот, кафа, это будет L минус вторая, длина в степени минус вторая. А размерность, и размерность, и размерность бета будет L минус вторая, по-моему. Здесь у нас размерность минус два, еще D4x, вот. А размерность гамма у нас будет L единица. А? А? Лагранжан без размеров, да? Лагранжан нет, действие безразмерное. Действие у нас безразмерное. Оно равняется чему? Надо D4x на L. То есть L имеет размерность L минус четвертый. Ну вот, R имеет размерность L минус два, значит, кафа имеет размерность. Вот. То есть, на самом деле, малый параметр L. Если L стремится к чему? К нулю. То тогда эти константы связи большие, а это будет, уйдет в ноль. И это соответствует, когда мы рассматриваем Вселенную на больших расстояниях, на больших масштабах. Если мы сюда будем добавлять что-то, допустим, там, какая-то константа альфа, бета, гамма, дельта, там, R в четвертую, например. То дельта будет иметь размерность как уже. R в четвертый, значит, будет L минус восьмая, потом L в четвертый сюда идет, значит, дельта будет L в четвертой. То есть, если L, то есть, все такие более высокие степени по кривизне, они имеют константы связи, имеют возрастающую размерность. То есть, вот, если в качестве малого параметра взять размерность L устремить к нулю, то это соответствует большим масштабам. Если не маленькая, или это длина, правильно? Ну, да, или это масштаб длины. А в чем соответствует большим масштабам? А? В чем соответствует большим масштабам? Перекомен с другой планом. Ну, это как рассуждать. А? Я не так внимательно. Так, ну, это соответствует, L стремится к нулю, соответствует, да, большим масштабам, что мы рассматриваем на больших масштабах. Как это увидеть? Это что, так, длина? Это инкровал? Нет, это X, размерность X, да, равняется L. Ну, давайте, а? В каком-то приближении? Да, на больших масштабах можно отбрасывать инварианты более высокого порядка. Так вот, можно показать, что когда мы рассматриваем только нижние инварианты вот такого типа, то это как раз будет общая теория относительности. То есть, общая теория относительности, на самом деле, является крупномасштабным пределом для всех таких моделей. То есть, она в этом смысле универсальна. То есть, в любом случае она всегда будет приближенная, давайте. Да, то есть, какую бы мы ни брали модель гравитации, там, с любыми инвариантами, как говорится, то общая теория относительности, она в крупномасштабном пределе будет давать, так сказать, приближенную, так сказать, структуру. А на малых масштабах, наоборот, играют большую роль, более высокие. На больших масштабах общая теория относительности механика Ньютона. Да, тоже. Мы покажем это. А малые, это имеется в виду какие масштабы? Большие, как эти примеры. Так, это я не могу сказать физически. Малые, там же квантовые. Ну да, я думаю, малые, там, большие. Я думаю, что метр, это уже большое. Большое, да. Ну, не знаю, я где-то читал, что метр может считаться отсюда. Ну, это зависит от задачи, безусловно. И от задачи, и от выбора модели. Но чтобы судьбу вселенной определить, нам нужна... Общая теория. И получается, что вот эти поправки, которые, это уже квантовые гравитации, понимаете, отношения? Ну, так, я начинаю рассказывать... Я просто... А? Ну, я тоже. Да, то есть, люди, которые работают в этом, они так и рассуждают, что на больших расстояниях у нас работает общая теория относительности, а на малых расстояниях уже надо учитывать, так сказать, более высокие члены. Там теория, общая теория относительности, ее необходимо заменить. Вот. Ну, и есть еще аргумент следующий. Есть такое понятие, как перенормируемость. Это вот в квантовой теории поля? А? В квантовой теории поля есть такое слово перенормируемая, квантовая теория поля. Вот электродинамика, она перенормируемая. Или поля Янга-Милса, теория, тоже перенормируемая. Общая теория относительности, она не перенормируема. Вот. Если построить квантовую теорию поля для общей теории относительности, то там будет, ну, она не перенормирована. Ну, на самом деле, там, если вы будете вычислять, там некоторые вещи расходят, некоторые, если, что такое квантовая теория поля? Мы строим теорию возмущения вблизи, допустим, плоской метрики Менковского. Вот. Начинаем вычислять поправки, там, и смотрим, интегралы расходятся некоторые. Так вот, если интеграл расходится, то эту расходимость можно устранить за счет введения в исходное действие соответствующего контрчлена, так называемого. Ну, это я, для тех, кто хоть что-то слышал об этом. Вот. Так вот, контрчлены в общей теории относительности, они как раз вот имеют такой вид. Высшие степени. То есть, общая теория, то есть, если мы пытаемся проквантовать общую теорию относительности, то у нас с необходимостью возникнут такие поправки. Там квадраты тензора кривизны. А вот здесь вот опять вот такое налоги смотреть, получается, что, ну, то есть, если сравнивать все, вам тут и теории, получается, вы должны прокантовать тот действие, который там написано, да? Вы имеете в виду в плоском? Ну да. Так. А там все нормально, получается? Там все нормально. Там, наверное, этих тренировочных, там, нориантностей, да, здесь такого не получается. Да, здесь такого не получается. Это одна из главных проблем современной теоретической физики. Вот, потому что сейчас есть такое понятие, как единая модель слабых, электромагнитных и гравитационных, сильных, слабых и электромагнитных взаимодействий. Вот, стандартная модель. Она перенормируема и довольно хорошо согласуется с тем, что мы наблюдаем в экспериментах. Естественно, люди хотят объединить, включить сюда и гравитацию. Но, это вот одна из основных проблем, ее включить не могут. И причина, почему они не могут, потому что общая теория относительности не перенормируема. А в общем, они модели, которые вы говорили, где как раз, которые называют перевыручные, а также не перенормируемы? Да, они тоже не перенормируемы. То есть, вернее, это отдельный вопрос. То есть, есть некоторые положительные аспекты, есть отрицательные. То есть, этот вопрос в настоящее время исследуется. Это одно из направлений исследований в современной теоретической физике. Это так. Это направление исследований. Это одна из главных проблем. Построить квантовую теорию гравитации. А может быть такое, что нельзя проквантовать его и все? Есть теорема, например, о которой мы не знаем, что такое действие не квантуется? Нет, это доказано, что действие Гильберта Эйнштейна приводит к противоречивой квантовой теории поля. Оно не перенормирует. Но люди пытаются найти другое действие, более общее. Но пока этот вопрос не решен. Пока не нашли. А может быть такого, что он не существует? Такой теоремы нет. Но в принципе, можно. А? Не доказано, что он существует. Да, не доказано. Но и запретить нельзя. Ну да. То есть это вопрос исследования. Это одна из основных проблем теоретической физики. Построить квантовую теорию гравитации, над которой работает, ну, я думаю, уже лет 40, а может и 50. В теории струн. Вот. Ну, были надежды на то, что в теории струн появится квантовая теория гравитации. Вот. Но теория струн, она развивается с каких годов-то? С 84-го года интенсивно. То есть уже сколько? 40 лет почти. Ответ пока отрицательный. То есть не построено. Да. То есть были надежды, что теория струн решит эту проблему. Но пока не построили. Так. Сейчас перерыв. Ну, сейчас. Не перерыв. Еще я не сказал. 34. Ну, ладно. Давайте пропустим. Тут это. Я хотел сказать про скалярно-тензорные модели. Ну, ладно. Раз у нас философия такая пошла. Я два слова буквально скажу. Вот рассмотрим. Это называется скалярно-тензорные модели. Каппа. Корень из G. Здесь напишем фи такое. Здесь скалярная кривизна от G. Я не буду выписывать уравнения никакие. Омега от фи. Здесь будет фи. Так принято. Дэфи квадрате минус корень из G. Здесь будет G в сантазь фи. Плюс лагенджан полей материи. Фи это скалярное поле. Фи от X это скалярное поле. В чем отличие? Раньше действие Гильберта Эйнштейна было без фи. Каппа корень из G на скалярную кривизну. А сюда мы добавили фи. Вот это кинетический член для фи. Дэфи в квадрате по определению. Это у нас будет G альфа бета. Дэ альфа фи. Дэ бета фи. Это определение. Просто кинетический член. Омега от фи. Это достаточно гладкая функция. Делить на фи. Ну естественно. Это не те амеги. Да. Это просто функция. Это не амега. Это функция от фи. Ну естественно. Мы считаем что предел такой существует. Отношения. И V от фи это тоже какая-то функция. От фи. А название есть? V от фи это потенциал. Вот. Омега это. Не минимальная связь скалярного поля. Не связь. Нет. Специального названия такого общепринятого. пожалуй нет. Это что это? Параметр? Фи. Скалярное поле. Скалярное поле. Так вот. Почему эти. Откуда они возникли? Это Дирак предложил считать, что каппа это гравитационное постоянное. Он сказал следующее. А может быть она зависит от времени. Или от точки. Вот. И давайте заменим. Фи каппа на каппа на некоторое скалярное поле. А? Заменили. А вот. А ну как. Вот. А просто так заменить неинтересно. Если вот этого не добавить. То варьируя по фи вы получите р равно нулю. Понимаете? Для того чтобы не тривиальное было что-то. Нам надо добавить какую-то динамику для этого поля. Вот мы ее и добавили. Это немножко странный генетический член получается. Это не минимальная связь, да. Нет. Потому что амега-фи, перикофи. Ну и так просто из соображения удобства так пишут. То есть там вот генетический член просто да. Это одна вторая, да. А здесь вот что-то. А здесь вот что-то. А здесь вот что-то. А здесь такое-то не минимальное. Ну вот так вот люди, да. А вот тип того, чтобы написать здесь то это почему-то хорошо на пилот, да? Нет. Ну почему? Выпал омега от фи равняется одна вторая фи. Фи сократится, так сказать, и будет одна вторая. А, я понял. То есть это вообще не понятно. Да, это просто некоторая произвольная функция пока. Ее можно конкретизировать. Вот это называется скалярно-тензорные модели. То есть скаляр это фи, а тензор это метрика. Они были популярны в 60-е годы. Ну такие имена, как Брансо-Дикки. Здесь вот. То есть это тоже возможное обобщение общей теоретики. Это разумный вопрос. Мы все еще лямбду считаем 0, да? Ее можно сюда добавить. В от фи, допустим, равняется лямбду. Ну или там одна вторая фи в квадрат плюс лямбда. То есть это можно добавить. Нет проблем. То есть это вот тоже возможное обобщение гравитации Эйнштейна. Здесь получается лямбда это... А с малышкой пустой? Нет, это да. Я просто по аналогии допустим. Это как масса получается. А-а-а. Если мы добавим фиклодат. Напишем. В от фи, лямбда и фиклодат. На самом деле... Да. Если вы... Нет, чтобы это была масса, она от фиклодатичнее. Ну да, но я и говорю, в от фи, это лямбда и фиклодат. Так, ну ладно. Я не буду об этом говорить. Не надо. Ну что, давайте сделаем перерыв. Чайку. Какая теория, она проще. Зачем проще теория? Нет, она сложнее. Конечно. А? Ну здорово же, новое поле появилось, и говорить и проще. Наоборот сложнее будет. А? Нет, я думаю. Общая теория относительности, это частный случай, когда фи равняется константе. Можно подобрать... Ну как, надо написать уравнение для фи, вот, и существуют такие омеги и в функции, что будет решение фи равно константа. Тогда будет общий. А физический смысл и... А физический смысл это то, что... А, все, да, точно. Константа, гравитационная константа связи, она не постоянная, а меняется в пространстве-времене. Так, ладно. Перерыв. Ну, такие модели, иногда фолиофин называют полем дилатона. Да, это вот есть такое название, но дилатоном называется не совсем это поле, а в других моделях, но вот такого типа, скажем так. То есть, иногда это называют полем дилатона. Ну, ладно. Так, ну... Я не успеваю все рассказать, что планировал, но так всегда бывает. Вот, теперь, действие Гильберта Эйнштейна, оно не является полиномиальным. А? Да. Ну, почему? Потому что есть корень из определителя... Это не полиномиальный, корень из определителя, компонент из определителя, корень из G. Вот, и есть обратная метрика. А обратная метрика, это что? Минут делить на определитель. Так же, обратная метрика, компоненты обратной метрики, обратной матрицы, минут делить на определитель. Поэтому действие Гильберта Эйнштейна не полиномиально по компонентной метрике. Это значит следующее. Если мы хотим строить квантовую теорию гравитации, мы говорим, что метрика... Есть, допустим, метрика Минковского, плюс какая-то маленькая добавка. Теория возмущений. Будем считать, что h мало. Вот. А эта альфа-бета, метрика Минковского, удовлетворяет вакуумному волнению Эйнштейна. То есть, что это решение. То есть, без космологической постоянной. Вот. Ну, это на пример. Тогда, если мы подставим это в действие Гильберта Эйнштейна, то мы получим бесконечный ряд. По h альфа-бета. Потому что действие не полиномиально. Надо брать обратную метрику, корень из определителя. Вот. Действие не полиномиально. Ну, это одна из трудностей для построения квантовой теории гравитации. Но можно выбрать другие переменные. Выбрать в качестве независимых переменных не метрику. Так, я это опущу. Вот. Идея такая. g альфа-бета равняется ρ квадрат на k альфа-бета. Где? Ну, так, ρ квадрат на x больше нуля считаем. k альфа-бета – это матрица. Тоже от x зависит. Ну, это не метрика. Это не метрика. Это не метрика, а? Ро – это просто какая-то функция, которую мы подберем. Да. Ро – это мы подберем. Если взять определителя, то левая и правая часть. Так. Мы накладываем на самом деле условие. Детерминант k альфа-бета равен единице. По-моему. Так. Какая у нас цель сейчас получить? А? Наш цель сейчас проквантовать действие? Не проквантовать, а записать действие в полиномиальной форме. В полиномиальной форме. Вот. Вот. И возьмем это по определению. Вот. И у нас были переменные же альфа-беты, да? А мы ввели новые переменные. Их больше. Но на k наложено дополнительные условия. Детерминант k альфа-бета равен единице. Вот это взаимно однозначное соответствие. Если взять определитель, то получится, что ρ равняется детерминант g альфа-бета по модулю в степени единицы на 2n. Где n это размерность многообразия. Ну и это просто. Детерминант g. Берем модуль. Здесь будет ρ в степени 2n. Потому что матрица 2 на 2. А детерминант k равен альфа-бета. Значит, у равняется модуль детерминант в степени единицы на 2n. Мы находим ρ. А потом находим k. Просто g альфа-бета делить на ρ квадрат. То есть это взаимно однозначное соответствие между переменами. Где k альфа-бета это матрица с таким свойством. Вот это не метрика. Это кенсорная плотность. И о. Это не скалярное поле, а скалярная плотность. Как бы плотность метрики? А? Как бы плотность метрики? Нет. Скалярное поле преобразуется так. φ от х штрих равняется φ от х. Это правило преобразования скалярного поля. А скалярная плотность, она преобразуется как? ρ штрих от х штрих по определению. Это екобиан в какой-то степени на ρ от х. То есть при преобразовании умножается на екобиан преобразования координат в какой-то степени. Здесь степень для ρ будет минус единица на n. А почему метрики нельзя считать к альфа? А? Почему нельзя к альфа-бета метрики считать? А потому что при преобразовании координат она умножается на екобиан в степени в какой-то. Ну это комбини-тензор. Да, это не тензор, а тензорная плотность. Поэтому это не метрика, но тензорная плотность. Так вот, в чем фишка? Ну сейчас нам не поро надо будет варьировать, да? Нет, порой и пока. То есть полиномиальность хотим для k получить, но поро тоже будет? Нет, и поро тоже будет? И поро будет полиномиально. Ну я могу выписать. У меня тут целый раздел. Я подробно это довольно расписал. Но фишка в чем заключается? Что обратная k альфа-бета. Это полином. В случае n измерения это будет измениться на n-1. Фотография. Здесь будет. Так, терзорная плотность. Эпсилон. Это альфа. Здесь будет гамма-2, гамма-n. Здесь епсилон. Вета. А здесь будет. Вета. А здесь будет. Вета-2, вета-n. А здесь будет k. гамма-2, вета-2, умножить, ну понятно, на k гамма-3, вета-3, умножить на 3 точки, и будет в конце k гамма-n, вета-n. Ведь обратная матрица это что? Минулы делить на определитель. А поскольку определить неравенную единице по определению, то делить не надо. Просто это минулы можно записать через тензорную плотность. То есть обратная метрика, ну в калочках метрика, она является полиномом по компонентам k. Так, а чуть-чуть это не добру. Эпсилон, что это такое? Это полностью антисимметричный тензор ранга m, тензорная плотность. Да, вот здесь α-β, здесь α-β, а по остальным мы суммируем. Что это? А? Антисимметричный. А? Антисимметричный по всем индексам ранга m и по модулю равно единице. Ну, тут можно строить тензор, а можно тензорную плотность. Тензор, так сказать, умножается на npn, но мы сейчас, видимо, координаты не будем менять. Да. Антисимметричный. Единицы минус единицы. Плюс-минус единицы, да. Тензорная плотность, на самом деле. То есть смысл заключается вследствие. Вот благодаря этому действию, что обратная k это поленом, то можно доказать, что если действие Гильберта Эйнштейна подставить вот такие вот переменные, то в новых переменных все будет поленомен. И уволнение движения, и само действие. Ну, детали, так сказать, у меня люди, желающие, могут с этим посмотреть. Это не так уж... Ну, это тоже интересно, как говорится. Так, у нас уже ровно единицы. А? Корень единицы так знаменательный. А он равен единице. Нет. А, в смысле он. Да. Да. Но надо проверить, что оно сократится. А, да. То есть в Лагринжане, так сказать, в положительных степенях будет больше, чем отрицательных. То есть это прямой счет. Прямую мягкость. Теперь вот более важный раздел – точечные частицы. Т.е. что у нас есть? У нас есть многообразие M. Это пространство и время. Так. Я буду считать, что размерность пока не фиксирована. Дименшинность M равняется N, больше или равняется N. То есть есть псевдоримонова многообразия. Какой-то размерности. Точечная частица. Что такое точечная частица? Точечная частица описывается траекторией или мировой линией. ее называем. Х от Т. То есть это набор функций от Тауэра у него. Х от Тауэра. Х альфа от Тауэра. Это набор функций. Альфа, пробегая от значения 0 до N, естественно. А Тауэра – это произдумные параметры вещественные. Это кривая. Да, это кривая. То есть точечная частица двигается вдоль кривой. Какой кривой мы потом обсудим. Так. У альфа. По определению это Q альфа с точками. Точка обозначает дифференцирование Пу Тауэра. Это скорость частица. А Х в этом номер. Что? Просто новопеременная Q появляется. А Х, да? Ну, да, давайте Q обозначим, чтобы это... Так будет яснее. То есть координаты Х альфа от Тауэра. Это Х альфа. Просто координаты на многообразии Х альфа. Альфа, пробегая от значения 0 до N-1. Вот. Когда у нас одна частица, то мы можем писать Х от Тауэра. Это, так сказать, пример. Но когда их много, вот, ну, лучше писать Q от Тауэра. Конечно, Q альфа они принадлежат многообразиям. То есть их может быть много частиц. Вот, по определению у альфа это скорость частицы. Это скорость частицы у альфа. Это, как бы, скорость не в механическом смысле. А? Это не в механическом смысле скорость. Ну, почему? Ну, вот если скорость у нашего уже внимания это произвольная по времени, то тут время одна из координатов. Мы деференцируем какому-то аппаратчику. Да, 4 скорости. Но дело в том, что потом мы увидим, что действие инварианта относительно произвольной перепараметаризации Тауэра. И мы можем выбрать параметр Тау таким образом, что Тау равняется X0. Тау равняется X0. Это всегда можно сделать. А мы не можем двигаться, когда координаты времени соответствующие постоянно, и тогда она не проинтересует? Ну, а если, то есть если траектория вот кривая, она движется и время физическое наше постоянно, только вот эти координаты. Тогда время же не проинтересует эту кривую. Ну, а как можно двигаться? Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, это постулат, я не сказал еще. У альфа. И это неправильно я сказал. Ну, да, это скорость кривой. Ну, по сути, да, вот как мы определяли это. Да, это мы определяем. Теперь. У в квадрате по определению это будет Gαβ, Uαβ. Это квадрат скорости. Мы будем считать, что он больше нуля. Это ответ на ваш вопрос. То есть, если мы говорим про точечные частицы, мы предполагаем, что у нас квадрат скорости больше нуля, и следовательно, это всегда возможно. То есть, координата x0, ее всегда можно выбрать в качестве параметра. Потому что мы предположили, что мировая линия частицы является временеподолго. Я непонятно говорю? Мне непонятно. Вот, это мы предположили. Поэтому, вот, если мы так выберем, то тогда это действительно скорость. Понятно, да? Дальше. Теперь. У нас есть длина кривой. Это будет корень квадратный. Из чего? Кусточкой α, кусточкой β, Gαβ, Dα. Это, собственно, квадрат. Ну, квадрат, да. Можно написать U в квадрате. Это U в квадрате. Ну, я тут для ясности. Здесь Dα мы выносим, вот. Отсюда можно всегда DAU выбрать в качестве S, длины временеподобной мировой линии. То есть длину временеподобной мировой линии можно всегда выбрать в качестве параметра. И это будет канонический параметр. Слушайте, а как ты с ней выберешь в это? Не помню. А почему TAU можно выбрать в качестве S? Что? Почему TAU в обменяется S? Как это можно получить? Вот это? Нет, ничто. И 0 не обращается, и как бы... А! Сейчас, нет, вопрос правильный. Разделим надо TAU. У нас получится, что D, S, O, D, T равняется позиуму из U в квадрате. P, D, TAU. Это функция от TAU. Так? Да. Вот теперь. Это обыкновенное дифференциальное уравнение. Ну, мы считаем, что все функции достаточно гладкие. Оно всегда имеет решение. То есть всегда можно найти S как функцию от TAU. А теперь сделаем замену переменных. То есть если было того, то мы перейдем к S A. Но раз производная вновь не обращается, то обратимы. А? Но раз производная вновь не обращается, то обратимы и туда-сюда можно обратить. Пожалуйста. То есть это просто в силу того, что это обыкновенное дифференциальное уравнение всегда имеет решение. А длина кривой не меняется? Ну, длина кривой меняется, как говорится. Вот. Ну, что я могу сказать? Ну, правая часть положительная. Столка положительная. Вот. Поэтому монотонная функция. С от TAU это монотонная функция. Вот. Поэтому всегда можно положить TAU равным S. И это называется канонический параметр. Гармонический параметр. И мы будем... Вот когда я здесь написал, что TAU равняется XM, это не гармонический параметр. Параметр можно TAU выбирать по-разному. Иногда удобно так, для физической интерпретации, а для упрощения фокул удобно вот так. А это будет четырехскоростей? Да. Это четыре скорости. Ну, некоторые говорят, что вот это вот четыре скорости. А четыре это есть там? А? Ну, N скорость, да. Но я не буду говорить. Четыре после скорости частицы. Это вот то, что у Ванда уличица, по-моему, называется четыре скорости и скорости. Дальше. Что у нас есть? Введем W α. По определению, это следующее. УВ, да? Кавариантная производная на УΑ. Это будет ускорение частицы. Это ускорение частицы. Это получается кавариантная производная вдоль треектора? Да. Это кавариантная производная от вектора скорости вдоль треектора. Называется ускорение частицы. А с обычным ускорением это как получается? Ну, на самом деле, если вот так вот зафиксировать, то будет обычное ускорение. Так. Это определение. Дальше. Ну, они не равно второй производной вектор. Вторая производная от иксов. Да, да. По натуральному параметру это не равно второй производной по натуральному параметру от иксов. Нет. Не равно, да? Это не объективно. Ну, здесь будет добавок. Будет какой-то добавок. Но, на самом деле, в пространстве Менковского это будет просто вторая производная. То есть, ну, так называется ускорение частицы. Мы потом увидим. Вот. Дальше. Теперь ведём ещё один. ВА. По определению. Это будет dqα, это qα вот это, dq0. Или это что будет dqα? Это будет qα с точкой на q0 с точкой. Это наблюдаемая скорость. Наблюдаемая скорость. То есть, как мы рассуждаем? Вот у нас есть внешний наблюдатель. Мы считаем, что он смотрит на частицу и он может мерить все координаты qα. Для него, для внешнего наблюдателя q0 это время. И вот то, что он наблюдает, скорость, которую он видит и измеряет, это будет как раз наблюдаемая скорость. Она нековариантная. Ну, ясно. dqα по dq0 это нековариантная века. То есть, если вот эта скорость это вектор, 4 вектор, там n вектор, то вот это это не вектор. Наблюдаемая скорость зависит от системы кардио. Это определение. А как это получилось, что dqα по dq0 равняется q с точкой α на q0 с точкой? Ну, уделим на dqA числитель не знаменит. Вот, и получится q с точкой на q0 с точкой. Так. Частица называется свободной. Свободная частица. Если ускорение, dv равномерное. Ну, все компоненты ускорения. Это определение. Если вот это равно нулю, то отсюда следует уравнение для экстремалий. qβ с точкой на q с точкой равномерное. Ну, это просто, наверное, написать, ну, подставить сюда. Понятно, да? Более-менее. А? А? То есть, если ты получаешь свободные частицы, то движешься по экстремалий. Да. Экстремалий – это линия наименьше единая. Это, да. Это не следствие постула? У нас, по-моему, что это было про движение свободной частицы? А? Нет, это… Да. Свободные полные частицы двигаются до экстремалий. Это был один из постулатов. Да. Вот это и есть. То есть, вот это определение соответствует тому постулату. Ну, гамма имеется в виду… Я пока не буду писать эти тильды, означающие включение и неметричность равна нулю. То есть, это сильное приступ. Если у нас общая теория относительности, включение и неметричность равна нулю, то экстремалия совпадают с геодезическими линиями. То есть, напомню, что если у нас есть две точки, и между ними экстремалия – экстремалия – это линия наименьшей длины. А геодезическая – это линия, мы берем какой-то касательный вектор и переносим параллельно вдоль кривой. И он остается касательным. Это геодезическая. Так вот, в случае псевдоримоновой геометрии понятия экстремалия и геодезической совпадают. Они просто совпадают. Так. Это я дал определение. Теперь свойства какие-то. Какие-то свойства надо. Так. Ну, предложения. Предложения. Если Тау – экономические параметры, по моему геологическим параметрам, то в квадрате равняется константе. В т.е. квадрат вектора длины – это квадрат вектора, он постоянен, равен единице. Ну, если мы выберем в качестве канонического параметра длину S, то будет канонический. Это квадрат U равен единице. Так. Вы задумались, извините. И второе свойство. U альфа, W альфа равняется единице. Ну, почему U в квадрате равняется единице? У в квадрате. Что это такое? Это будет G альфа равен единице. Здесь будет D Q альфа – это S. S – это у нас длина. А что такое в числителе стоит? G альфа – это D Q альфа – D Q альфа – D Q. Это будет D S, что D S – в квадрате. А вот где произведение равен единице, там альфа должно остаться? Нет. Вот видите, у вас у альфа в альфа равен единице. У W, да. А, подожди, а как так? Уважен, произведение куштично равен единице. Нет, это свертка вестера и одна форма. Один Фогман. Точно. Ну да. Да. Вот. Ну, это точность-то легко проверяется. Надо продифференцировать вот это. Д S в квадрате. А? Ну, в смысле там квадрат. Ну, это не важно. Ну, надо продифференцировать, и будет вот второе свойство. То есть ускорение всегда перпендикулярно скорости. Так. То есть она по кругу будет? А? То есть она по кругу будет? Не, ну здесь Лоленцева сигнатура, это не в клидово. Поэтому… Ну, какая-то фиксированная траектория. Это не по кругу будет. Вот. Это… Там сигнатура Лоленцева, здесь не круг. Ну, вот свойство такое. Так. Ну, это и причем это для экономического параметра. Так. Теперь… Еще. Вот по наблюдаемую скорость. Дело в том, что мы будем изучать миниативистский предел для того, чтобы показать, как из общей теории относительности вытекает обычная механика, нам нужно будет перейти к пределу. В к С стремится к нулю. Ну, малые скорости. Наблюдаемые. Вот. Для того, чтобы перейти к этому пределу, надо, во-первых, для этого мы ввели наблюдаемую скорость, для того, чтобы определить. Вот. И нам нужны некоторые вспомогательные формулы. Для В. Ну, точно, вспомогул для метриков нельзя. Вот С же сидит в метрике у нас, Лоленцевой. Нет. Нет, разума. Это… Некоторые говорят, что, так сказать, метрика… … вернее, С сидит в метрике. Мы не так же. Х0 равняется С в координате. Ну, интервал будет таким же. Вот. Но на самом деле, вот это правильно. Некоторые говорят, что метрика лолится, допустим, это будет что? Там, С в квадрате минус один, минус один, минус один. Да то же самое. На самом деле нет. А что мы сейчас хотим прочитать? Интервал будет тот же самый. Вот. Вот. Но пределы разные. Если С стремится к бесконечности, то вот эта метрика вырождается. А здесь можно такое делать. Вот. Разница заключается в том, что при таком подходе метрика вырождается. И тут возникает некая тонкость. Поэтому, ну как, я вначале, когда я… Я тоже так вот считал, что метрика такая. Но это плохо. Надо вот так. Если не устремлять, то разница есть. Если устремлять, то разница есть. Поэтому… Они еще не унициально стреляют бесконечно. Ну да. Недитивистские пределы. Недитивистские пределы. В ЭКЦ, но надо бы еще определить. Мы еще бы не определили. А на ЭКЦ они принимали равные единицы? Мы раньше принимали равные единицы, да. А теперь мы не будем принимать равные единицы. А в общем можно было бы рассматривать скорость намного меньше единицы? Нет, в принципе можно, да. Но, ну не знаю, это дело вкуса. Мне показалось, что… Ну и в большинстве учебников, когда рассматривают неэктивистский предел, вводят в ЭКЦ, пишут. Ну я к этому привык, мне кажется, это естественно. В принципе, конечно, можно цель положить равным единице, здесь и устремить в ЭКЦ. Вот. Так, я думаю, тоже можно. Но… Так. Ну, сейчас я не вижу нигде никаких трудностей. Так, теперь, вот про наблюдаемую скорость. В альфа – это равняется… У альфа делить на Q0 с точки. Это из-за определения следует. То есть, В0 равняется единице, это наблюдаемая скорость, а В0 – это к чему равняется? D, U, M, по D, U, M. Это в точности то, что наблюдает внешний человек. Здесь μ пробегает только пространственные значения. Вообще, у меня… Я плюну на следующее обозначение. Может быть, такие не совсем обычные. У меня так. Если греческие индексы альфа-бета из начала альфа-бета, то они пробегают значения всех. А если из середины альфа-бета, начиная с μ, μ и так далее, то они пробегают только пространственные значения. Причина, почему я выбрал такие обозначения – следующее. Дело в том, что, когда мы рассматриваем реперт, у него есть так и греческий индекс, так и латинский индекс. Это вращение в касательном пространстве. Так вот, аналогично для А. Если у нас латинские индексы из начала альфа-бета, они пробегают значения 0,1, n-1. А если из середины альфа-бета, ну, обычно это там, i, j, k, то это будет пространственное. То есть, все буквы заливаются. Это называется буквенный кризис. Буквенный кризис. Ну, что делать? Некоторые это пишут. У меня как? Альфа равняется 0, μ. То есть, это все значения, а не только пространственные. Некоторые понимают такие, а ландово, лившиц, и так, 0, и 3. Ну, такие индексы, они, ну, более, это, ну, больше отличаются. Сразу видно. Но дело в том, что тогда проблема с этим, с латинским индексом. То есть, не хватает букв. Поэтому, если из середины альфа-бета, то только пространственные значения. И это действительно у нас будет скорость, наблюдаемая скорость, пространственная. Вот. Еще мы вводим v в квадрате. v в квадрате. Это у нас будет по определению g альфа-бета, v альфа-в бета. Плюс на квадрат обычный. Вот. Ну, и легко проверить, что v в квадрате. И, еще раз, у нас равняется. Ну, по определению это у нас с точками. Вот. Так. И это будет равняться v в квадрате. В квадрате. В квадрате. В квадрате. В квадрате. В квадрате. Это следует из тождества и в квадрате равняется единице. Вот из этого тождества можно получить вот это соотношение. Это нужно будет для проявления неэктивистского предъявления. Тау здесь канонический параметр С. Тау здесь канонический параметр. Да, и физический смысл канонического параметра. Это не длина кривой. Длина в геометрическом смысле. А в физическом это собственное время. Вот когда частица летит... А разве это неоспределить на С собственное время? Так, ну, при С равном единстве. Это собственное время. То есть, если мы летим вместе с частицей и смотрим на свои часы, то С это просто будет собственное время. Это канонический параметр, это собственное время. Для частиц. Потому что длина, вернее кривая, временеподобная. Это собственное время. Это физический смысл. А теперь давайте действие напишем. Вот мы установили, что свободная частица описывается таким уравнением движения. Уравнение геодезической или экстремальной магии. Какое действие приводит к этому уравнению? Ну, оно хорошо известно в математике. Вот. Я буду писать так. СМ. Это масса М. Частица. Минус МС. Интеграл. От точки ПК. Ну ладно. ПК. ДС. Равняется. Минус МС. Здесь будет интеграл от Тау 1 до Тау 2. ДТау. И корень квадратный. У с точкой Альфа. У с точки В это. Ж Альфа. Вот интегральное вложение по предположению всегда положительно. Это кривая, временеподобная. Поэтому корень определен. Действие свободной частицы. Да. Действие свободной частицы. Теперь. Ну, М это масса частиц. Это постоянная положительная. Как бы масса покоя, да? Да. Это масса покоя. М больше нуля. Масса покоя. С это скорость света. Нужна из размерных соображений. И корень из Q в квадрате. Ну, ясно, что P. P это Q от Тау 1. И Q, вот то, на верхний предел Q. Это будет у нас что? Вот нехорошо. Пусть будет P1 и P2. Тогда P1, Q от Тау 1 и P2 точка 2 равняется Q от Тау 2. Понятно? Да. P1 и P2 это событие. А? П1 и P2 это событие. Да. Это событие, так сказать, в пространстве и времени. Точки в пространстве и времени. Вот. Это длина. Теперь. Здесь у нас DQ по D Тау. И здесь DQ по D Тау. Корень квадратный. Ясно, что вот это действие инвариантно относительно произвольной параметризации. Ну, мы считаем, что параметризация задается какой-то достаточно гладкой монотонной функцией. T штрих это новые параметры, а это не производная. Действие инвариантно относительно произвольной параметризации кривой. Теперь. А почему минус? Кто знает? Ну, что у меня не получилось правильно. А? 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 Какая разница? Ну, принцип наименьшего действия. Вот когда у нас есть многообразие, вот есть две точки. P1 и P2. Геодезическая, допустим, такая. Она временеподобная. И ее длина больше нуля. Вот. Теперь мы можем провести светоподобную природу. Светоподобную, понятно, да? Вот длина такой думаной будет ноль. Потому что, ну, по построению. Это светоподобно. Вот. То есть, на самом деле, если бы мы здесь поставили плюс, то это было бы максимальная длина. А я сейчас... А зачем это вообще нужно все равно нажать? А мы потом, на самом деле, будем же добавлять не это действие, а, допустим, действие Гильберта Эйнштейна плюс СМ. То есть, мы будем рассматривать частицу в общей теории относительности. Если бы мы здесь изменим знак, то это будет другая модель. Хотя, получается, в пределе... Несколько сказать, можно получить действие для... Ну, классическое. Тогда знак минус должен как-то исчезнуть? Нет. И вот это даст правильный классический пример. Если знак минус. Если поставить здесь знак плюс, то ньютоновский предел будет ебарен. Будет минус 1,2 мв в квадрате. Ну, другой знак. А с геометрической точки зрения, это минимум. Вот этот интеграл положителем. А здесь будет просто минимальное действие. То есть, на экстремале действие будет принимать минимальное значение. Потому что... очевидно. Потому что... ну, это локально только. Ну, естественно, локально. Глобально, она может и максимум низаться. Ну, в смысле, если один код точки взять, то решение может оказаться и максимум. Нет. Ну, если... вот это действие всегда отрицательное. Потому что интеграл всегда положительный. Вот. Всегда существует светоподобное апоксимирующее... Не апоксимирующее, а светоподобное романое, которое соединит любые две точки. У нее длина ноль, и поэтому... У нее длина ноль, и поэтому... У нее длина ноль, поэтому... ну как, это не может превосходить ноль. То есть, оно не может максимум принять. Ну, вообще, это получается просто из физических сопровождения. Так, ладно. Все. Это не стоит обсуждать, просто минус он должен быть. Иначе... Не докрасирует. А? Не докрасирует. Ну, будет физический процесс. Не очень хорошо. Так. Ну, ладно. Это почему минус? На самом деле... Ну, в книжках пишут правильно, со знаком минус. Но почему-то никто не объясняет, почему минус. Ну, ладно. Так. Времени у нас мало. Так. Ну, ладно. Я быстренько. Уравнение движения. Ну, во-первых. Если мы рассматриваем действия для одной и одной и другой, точной частицы, в произвольной параметризации, не экономической параметризации, а произвольной, то уравнения движения такие. С, М. Я их буду обозначать через запятую, индекс альфа. По определению, это валюационная производная для С, М. У, Д, у альфа. Вот индекс альфа внизу, здесь вверху, естественно. Вот если провалировать, то будет следующее уравнение. М, здесь будет G альфа бета, делить на у в квадрате. Это в произвольной параметризации. Тут две точки бета, плюс гамма, гамма, бета, у с точкой гамма, у с точкой бета, минус у в квадрате, делить на два у в квадрате. А здесь будет D от у в квадрате по Z кау. Это уравнение в произвольной параметризации. Если параметр канонический, то U в квадрате равняется единице, тогда этого члена нет, и будет уравнение просто геодезическое. А в произвольной параметризации появляется дополнительное слагаемое. Почему я это выписал? На самом деле я потом буду использовать не только каноническую параметризацию, но и параметризацию типа Q0 равняется tau. И тогда это слагаемое надо учитывать. Как выводится? Ну, выводится вот. Я опускаю. Теперь, у нас есть параметризация, инвариантность относительно параметризации. Вот. И отсюда следует, согласно второй теореме Ньютон, это локальная инвариантность и вторая теорема Ньютон работает. Т.е. среди вот этих уравнений не все уравнения являются независимыми. Уравнение Эйдера-Лагранжа имеет линейную зависимость благодаря вот такой параметризации. И эта линейная зависимость записывается в следующем виде. Вот это вот. Вторая теорема Ньютон. СМ Альфа на фу с точкой Альфа равняется Ньютон. Ну, на самом деле, сходу это не видно. Но это можно проверить. Что вот среди уравнений геодезических, на самом деле, не все являются независимыми уравнениями. Есть вот такая связь. Благодаря параметризации такой. Здесь это слагаемое важно. Потому что если мы фиксируем канонические параметры, тогда уже это инвариантность нарушается. А вот для вот этих уравнений вот такая связь есть. Дальше. Что мы делаем в общей теории относительности? Мы рассматриваем совокупность точечных частиц. То есть у нас есть действие Гильберта Эйнштейна плюс сумма, я буду и большое, ну, от единицы до некоторого Н, СМИТ. То есть мы рассматриваем Н частиц в общей теории относительности. Тогда действие будет следующее. Действие Гильберта Эйнштейна плюс действие для каждой частицы. Ну, здесь просто надо И постарать. У нас поставить индекс И. И не взаимодействующие? А? Не взаимодействующие. Они взаимодействуют посредством гравитационного пола. То есть это частицы, которые взаимодействуют посредством гравитационного пола между собой. Это взаимодействующие частицы. То есть это действие для... Понятно. Это действие для частиц. Теперь. Ну... Это непробные частицы. Это непробные частицы, которые скажут пользу. Это непробные частицы. Они являются источником гравитационного поля. Но для того, чтобы получить уравнение, надо проварировать. Ну а как варировать... Здесь мы интегрируем Dx, D4x, Dmx на кв F. Тильда я не буду писать. А здесь будет сумма по i, пределы я не буду писать, M и D, C, а здесь Dw. Здесь одномерный интеграл, а здесь n-мерный. Как его проварировать по метрике? Вот этот интеграл зависит от метрики, и надо его проварировать. Но делается просто. Мы оставляем единицу. Это интеграл dx на delta-функцию от x минус qi. Для каждой частицы будет своя delta-функция. Понятно, да? Это можно было с этим там написать, да? Здесь как-то смысла нет. А здесь нам нужно это, потому что надо поварировать по метрике. А как мы будем поварировать по метрике, если здесь интеграл dx вдоль траектории? Поэтому мы оставляем единицу. Здесь это n-мерная delta-функция, то есть delta от x минус qi по определению. Это произведение delta-функции от x0 минус q0 и t. Дельта-функция от xn-1 минус qn-1. Непонятно. И t. А такой вопрос вопрос. Почему просто нет? Почему нельзя проварировать просто? Вот соответственно интеграл. А он определён вдоль кривой. А, понятно. Вот здесь у вас валяация, здесь валяация delta. То есть мы не можем вбок от кривой на е, только вдоль кривой. Это как бы незаконно. Да. И все влияация смотрим. Понятно. Здесь delta-g alpha-b, она n-мерная. А вот если здесь взять, вот здесь вот, delta-g, то будет вдоль tau. Только вдоль траектории. Сейчас подожди, но мы же ещё варьируем по всем кривым? Когда вот в этом функционале, это не важно. Нам надо взять две авариационные производные. Первая авариационная производная qq. Мы её взяли. А теперь надо проварировать по метрике. И для того, чтобы проварировать по метрике, необходимо вставить сюда дельта-функцию. А зачем он в начале по qq? Нельзя было не варьировать по кардиналу, а засунуть весь функционал в начале по метрике, а потом? Или так нет? Так нельзя, да? Получится, да. Этот функционал определён только вдоль траектории. Вдоль траектории, но мы уже траекторию как бы выбрали. Мы уже нашли экстремальный. Экстремальный нашли, да. И как вы будете варивать? У вас даже alpha-b, это зависит только от ау. Да, да. Ну, а чем вам это не нравится? Нет, ничего просто. Так оно и делается на самом деле. Ну вот. То есть мы сюда вот единичку вставляем. И здесь будет пятимерный интеграл. Ну, n плюс один мерный. Здесь будет по всем координатам многообразия. И здесь ещё будет один интеграл по тау. Ну, по экономическому параметру. На самом деле, как вам сказать, это важно и совершенно не кривярно. Ну, вот эти эссенки мы вначале проварьировали по кривым, по всем кривым, соединяющим две точки. А потом мы должны варьировать уже подставленную кривую? Нет, не подставленную. Просто действия варьируются по метрике. А потом уже, да, варьируются по метрике. А нельзя было просто что? У нас какие переменные независимые? Независимые динамические переменные. Это у нас G, альфа B, да? Не, я имел в виду. Смотрите. И сейчас. Ну, альфа от тау. Вот независимые динамические переменные. Просто вот эта штука, это же вот она. А потом мы еще варьируем по метрике. Вы хотели вторую? Но у нас же вот эта, это уже производная? Нет. Вот эта. Разве не так? Нет. Это альфа. Это альфа. Производная обозначается запятая и значок альфа. Вот эта. А если SM, это вот эта вот. Это вот эта штука? Да. Независимые динамические переменные, это компоненты метрики, которые зависят от всех точек. От точек, мы говорим. И координаты q, альфа от тау. Вот. И здесь вот вы спрашивали, почему я траекторию обозначил не x от тау, а q от тау. Если бы я здесь написал x от тау, была бы большая утреница, потому что x еще здесь стоит. Вот. Поэтому, так сказать, это одна из причин, почему я обозначил траекторию не x от тау, а q от тау, потому что нам надо писать x минус q. Если бы я q обозначил через x, то была бы большая путаница. Так. Времени нет. Поэтому я выпишу уловнение. Ну или не выписывать. Давайте я… Смысл нет. Уже время закончилось. Дело в том, что эти уловнения надо будет обсудить. Вот. Поэтому давайте так. Так. Это идея, как получить в авиационной производной. Вот. А самое уловнение я выпишу в следующий раз, и мы их обсудим. Их надо с этим суть. Все. Спасибо.